Медиа информ. Как всегда в это время и в этой студии мы говорим о самом дорогом, о наших детях. Сегодняшняя наша тема навеяна практически съемками на детской площадке. О чем же мы сегодня будем говорить? О том, как научить ребенка злиться, как самому не злиться на ребенка и какие опасности подстерегают наших детей. Как всегда в студии Вера Игоревна. Итак, детская площадка. Приходим, снимаем. На детской площадке огромное количество детей, которые живут где-то рядом. Это Кировский садик, предположим, или та же наша любимая соборка. Большое количество детей, которые без родителей, без няни, без бабушек и без дедушек. Потому что они рядом живут и их сюда отпускают. Они выходят во двор. Это их двор. Но, с одной стороны, огромная опасность. Мы живем в такое время, когда, да, собственно говоря, в любое время опасное для ребенка. Но сегодня особая есть опасность, потому что мы знаем о том, что детей уводят, детей крадут, детей и так далее. Стоит ли настраивать ребенка, что мир, он все-таки жестокий и он чужой, и его нужно бояться. И как-то воспитывать ребенка, как-то объяснять ему. Либо, наоборот, так сказать, просто меньше его отпускать, больше при себе держать и оставлять его в некоем неведении, что в мире бывают такие опасности, как люди, которые могут украсть, посадить машину, увезти, могут заманить и так далее. Ну, ребенку просто нужно говорить о том, что мир бывает разный. И начинать надо когда? И начинать, ну, конечно, не в год. И, конечно же, не в два. Начинать нужно тогда, когда ребенок начинает понимать, что такое совесть, что такое честь. Когда ты начинаешь взывать к его совести. То есть вот тогда, когда он понимает, что происходит, то есть, ну, если говорить уже по годам, это где-то после четырех, после пяти. У разного ребенка этот возраст наступает в разное время. Мы с вами говорили об этом не раз. Но говорить ребенку о том, что мир разный, просто необходимо. И когда он рисует, показывать ему, ты же берешь разные карандаши. Так и люди бывают разные. Есть люди светлые. Но стоит ли в возрасте 2-3 года установить правило свой-чужой? То, что в возрасте до трех лет, ну, у нас как-то принято уже, да, мы говорим до трех и после. До трех лет нужно установить момент, что есть чужой человек. Да, ребенок сам понимает. Вы помните, что где-то, начиная с 8 месяцев, ребенок не пойдет к другому человеку на руки. Он говорит, ой, он такой мамин, он юбушник, он у мамы прячется, за маму прячется, он боится. Нет. Ребенок осторожничает. Он всегда сопоставляет лицо человека, человека вообще и мамину реакцию, папину реакцию. Если реакция позитивна, может быть, в какой-то из разов он примет этого человека. А если реакция родителей более настороженная, то и ребенок не выйдет из-за маминой ноги. Он и будет там. То есть момент осторожничания и вот такой момент настороженности – это врожденное. Это тот врожденный момент, который… Тем не менее, при том, что это есть врожденное, но тем не менее, ребенок взрослеет. И в три года мы знаем, весь мир мой, и я перестаю бояться, я заявляю о себе. Я еще не знаю, что такое, в принципе, бояться. Я могу сопоставить, но бояться я не буду. Тогда мама есть рядом. Дело в том, что когда мама выходит гулять с ребенком на площадку, в сквер, то, естественно, она как будто бы… у нее двоякая цель. Цель – оздоровление, цель – выгулить ребенка и цель – пообщаться. Потому что, как бы я ни готовилась к рождению ребенка, за полтора-два года я настолько устаю от него. Что мы выходим в парк вместе отдохнуть, но параллельно. Но параллельно. Вот это параллельно не должно быть никогда. Сейчас мы побываем на любимой соборке. И еще раз убедимся, что на соборке у меня гуляет очень хорошая мама. Потому что вот сейчас услышите интервью, знают ли дети, как себя вести вот в такой ситуации, когда подходит к ним, предположим, чужой человек. Смотрим, что говорят дети. А знаешь ли ты, что с площадки, с чужими людьми уходить нельзя? Да. А кто тебе это сказал? Мама и папа всегда говорят, что это очень неправильно. Могут заманить. Потому что это могут быть злодеи. Конечно. А вот если мама не пришла, а за тобой опаздывают, вот, а что ты будешь делать? А вдруг за тобой придет кто-то чужой и скажет, твоя мама попросила тебя забрать. Идем, я тебя отведу домой. Что ты будешь делать? Сказала бы нет. Кто-то к тебе подходит и говорит, твоя мама просила тебя забрать. Что ты будешь делать? Я? Не пойдешь или пойдешь с этим человеком? Не пойду. А почему? Потому что я знаю, что он чужой, и мама мне не говорила, что он со мной придет. С площадки с чужим человеком уходить нельзя? Да, я знаю. А кто тебе это сказал? Ну, мне в школе сказали, и мама. И я сама знаю, что нельзя. А знаешь почему? Да, потому что они, ну, будут... Могут забрать тебя. Да? Да. И насиловать. Скажите, пожалуйста, а вы вот знаете, что с площадки с чужими человеком уходить нельзя? Знаю. А кто вам это сказал? Ну, пожизненно как бы знаю. Потому что у меня была книга, в которой воры, и я ее читала и узнала об этом. Ну, вот мы погуляли с тобой по площадке. Что ты для себя выяснила, разговаривая с детьми? Ну, дети знают, что с площадки с чужими людьми уходить нельзя. Они умные, читают. Знают, как бы. Вот дети умные, как бы, читают, знают. Как бы. Да, все дети правильно ответили. Да, все дети правильно ответили. Но между тем, как они ответили и знают, и действительностью, как говорят у нас в Одессе, это две большие разницы. И мамы спокойны, они же детям это все рассказали, да? Мало того, кто такой злодей и как он выглядит, по мультику ребенок знает. Ну, по мультику это классический, да? Там можно узнать только... Как злодей может выглядеть в жизни. В жизни, да. Вот теперь для того, чтобы мамы не были уверены в том, что их ребенок таки точно не пойдет, посмотрите следующий сюжет. Мы выбрали обычную детскую площадку и несколько самых обычных семей, в которых есть маленькие дети. Их родители заверили, что те уже в курсе опасностей окружающего мира и вроде как должны быть на чеку. И так хочется верить, что наш эксперимент провалится. Его суть проста. Поддадутся ли оставленные без присмотра дети, но уговоры незнакомца покинуть вместе с ним игровую площадку. Оставив ребенка на детской площадке, родители уходят под банальным предлогом. Неброская одежда, надвинутая на брови кепка, роль злоумышленника играет детский психолог. А чего ты тут одна делаешь? Вот, смотри. Детали разговора не так важны. Лучше внимательно следите за секундомером. Вот, женщина с тобой была. Тетя, она сейчас спросила про зеленую ленточку. Пойдем, она там. Шесть секунд. И девятилетняя Настя уже следует за незнакомым мужчиной. Пятнадцать секунд. И они уже на полпути к выходу из парка. У меня уже все оборвалось, вот поверите. За похищением премянницы ее тетя из укрытия следит в прямом эфире. С каждой секундой она все отчетливее осознает. Проморгать ребенка выражение совсем не образное. Вот он сейчас ее попробует взять за руку. Тридцать пять секунд. Девочка уже за пределами площадки. Вот сейчас видно. Настя сомневается. А давать ли руку незнакомцу? Вот сомнение на лице появилось. Видно, у ребенка появилось сомнение, но ничего не закончилось. Переходят дорогу. Сорок три секунды. Девочка уже рядом с автомобилем похитителя. Ай-яй-яй! Ты с кем пошла? Ты с кем пошла? Тебе что мы всегда говорили? А если бы этот человек был настоящий? Это просто кино сейчас. Тебя проверили, что уйдешь ты с площадки с кем-нибудь, с чужим или нет. Ты понимаешь, тебя увел бы, и тебя никто бы не нашел из нас. Никогда бы ты больше не увидела ни маму, ни папу. Эксперимент повторяется снова и снова. Пойдем, поможешь. Тут, наверное, ближе будут. И каждый раз с одинаково пугающим результатом. Ну что вы думаете? Пойдет? А чего ты тут одна делаешь? Вообще объясняли. Ну они уже почти вышли из парка. То есть только что вашу дочь похитили. Все это заняло секунд 15, наверное. То есть стоило вам, наверное, завязать шнурки, дольше бы заняло времени. А вашего ребенка уже в парке нет. Денис поражен. Его дочь похитили средь бела дня на глазах у таких же родителей. Вопрос равнодушия, находящийся на улице людей, не входит сейчас в наш компетенцию. Все это время рядом с родителями находился Павел Самойлов. В 20 лет он проработал в уголовном розыске. Ловил маньяков, педофилов. Сейчас консультирует добровольные сообщества по поиску пропавших детей. Криминалист уверяет, GPS-маячки, огороженные игровые зоны не помогут. Существует всего один простой и верный способ оградить ребенка от угрозы похищения. Самое простое решение – не оставить ребенка без присмотра. Взрослые считают, что его необходимость, его нужды выше, чем нужды ребенка. Возьми ребенка с собой. Проблемы создаются. В этой условной игре вы проиграли, и ставка была очень высокая. Да, жизнь ребенка, конечно. Этот сюжет длится всего 4,5 минуты. В эксперименте этого времени хватило, чтобы увезти с площадки 9 детей. Эти сестры стали четвертой и пятой жертвами. Пошли, мы на скамейку сядем. А здесь за незнакомцем, это не шутка, пошли сразу три девочки. В среднем по 30 секунд на ребенка. И только у одного, у 7-летнего Генриха, предложение незнакомца вызвало искреннее удивление. Но разве может он подвезти маму? Меня мама оставила там сидеть. Я что, должен с незнакомцем куда-то идти? Давай, ты сегодня молодец. Молодца. Кстати, а где сейчас ваши дети? Мне кажется, что родители должны научить этой фразе своего ребенка. Я вас не знаю. Почему? Потому что когда ребенка, чужой человек берет, ну мы не знаем. Это может быть папа, и ребенок просто не хочет с детской площадки уходить. Ну да, ребенок капризничает. Посторонний обратит внимание на фразу, я вас не знаю. Вот этому, наверное, нужно научить. Причем вы так красиво сказали, громко надо говорить, я вас не знаю. Да, это очень... Вы не мой папа, вы не мой и не моя мама. Это хорошая фраза. Я вас не знаю. Главное, чтобы ребенок понял это, и это использовал. Чтобы он не терялся, не испугался. Потому что, вы понимаете, родители наряду с увещеваниями о том, что с другими не ходи, у нас же еще и понятие о том, что нужно быть вежливым со старшими. Нельзя грубить, оказывается, для самозащиты. Можно. И вот этому родители должны научить ребенка. Они должны научить ребенка грубо разговаривать не с собой, не с бабушкой, с дедушкой, а с человеком чужим. Что значит грубо? Это резко. Резко, да. Это как я хотела сказать. Да, это резко. Это не значит топотать ногами, кричать, а значит просто сказать, я вас не знаю, вы для меня чужой. Мама скажет. Но все родители сейчас надеются на что? У всех в кармашке телефон. Но опять-таки и телефон заберут. Тут масса-масса вариантов. Масса вариантов. Обезопасить себя можно только тогда, когда ребенок, вот ты точно знаешь, что ребенок это усвоил намертво, да? Вторая ситуация опасности, когда ребенок один дома. Сегодня очень распространено. В дымофон звонят, представляются как угодно, кем угодно, ребенок открывает дверь. Значит, ребенка тоже нужно научить. Я не знаю, вот просто зазубрить, отрепетировать эту фразу, как отчинаш. Я вам не открою, я вас не знаю. Мама спит. Мама в душе. Мама дома. То есть, ребенок, это такая, в общем, договориться с ребенком, что это ложь во имя. Это ложь, что ложь не всегда плох. Да. Вот в данной ситуации выйти из... Конечно. Это те моменты, которые необходимо с ребенком отрепетировать. Ну, если говорить, выработать у него условный рефлекс. Условный рефлекс на звонок чужого человека. И вот тогда у него будет понимание. Потому что ребенок же не может понять. Плохой человек, хороший человек, да? Человек улыбается, человек мягкий. Ну да, человек улыбается, мягкий. Да. Если у нас готов следующий сюжет, то мы следующий сюжет покажем. И вот сейчас вы увидите, как сегодня один из самых распространенных способов, как можно увезти ребенка с площадки. Смотрим. Здравствуйте. Маленькая, очаровательная, приятный мужчина. Дает погладить собачку. Сколько по времени, смотрите. Сколько по времени происходит. Тем более, что ребенок знает, что мама на площадке. Все. Практически они ушли. Да. Как раз ребенок дал человеку руку, значит, это... Все, ребенок уже ушел. Да. Вот вторая мама. Вот второй эксперимент. Вот прикосновение, вот собака, как переходный вот этот предмет, да, на который уже ребенок сэнтентировался. Он уже не смотрит на этого даже дядю. Все, ребенка нет. При том, что мама тоже сидит. Ребенок, у ребенка даже не возникает мысли подбежать, спросить у мамы. Да, чтобы спросить у мамы. Мамы, конечно, валяются в обморочном состоянии. Вот просто, вот ребенок. Совершенно банальная ситуация. Везде есть такие вот горки. Ребенок спускается. Дядя. На, подержи, что называется. Посмотри, какая прелесть. Точно так же с кошечками. У меня потерялась кошечка. Давай, пей. Вот еще один ребенок. 10 секунд нужно. Вот мама теперь в отчаянии сетует. Сетует, что как же ты мог, я же тебе говорила, я же тебе говорила. И вот только сейчас ребенок, когда... Что-то понимает. Вот только сейчас он начинает понимать, да. Обнимать маму и... Вот теперь страх. Вот теперь возникает страх. Теперь возникает страх. То есть страх после того, как его уже забрали. Потому что ребенок все равно в 5, в 6, в 7 лет знает фразу, но не до конца понимает, что он должен делать. Он не понимает. И не всегда вспомнит эти ваши какие-то, так сказать, что плохой, чужой. Поэтому лучше ребенка, если вы отпускаете, то отпускать с кем-то, со знакомыми, показывать ребенку, кто может его взять, кто может его привести, с кем он может вести диалог. Кроме того, очень важно, если мама на площадке, она не должна спускать глаз с ребенком. Даже если она его обучает, но детская площадка это мини-общество, и нельзя все время за ребенком ходить. Вы же не будете за ним ходить всю жизнь. Он должен учиться общению, он должен социализироваться на площадке. Мама должна за ним наблюдать, а не забывать, что она вышла гулять с ребенком одна. Не прогуливать себя платье и сигарету, а прогуливать ребенка. И прогуливать это наблюдать, а потом обсуждать с ними те действия, которые были на площадке. Что ей понравилось, что не понравилось. Поговорить о чувствах ребенка, как он выходил из каких-то ситуаций. Вернее всего, там кто-то попытался его обидеть, а он себя защитил. Кто-то попытался провести какие-то действия по захвату качели какой-нибудь. И как он из этого выходил. То есть там очень серьезная проходит работа детской головы и детской психики. Поэтому маме просто так не нужно. Родители должны не забывать, что нам кажется, что наши дела это самые важные. Их игра для них это самые важные дела. Это самое важное. Конечно, это самое важное. И вообще, дети лет до шести не знают, что кроме них не знают, не понимают и не хотят понимать, что есть чужие дела. И когда вы хотите забирать ребенка с площадки, начиная вещевать его о том, «Ну, ты же уже взрослый, но ты же понимаешь, у меня там то, там то». Совершенно. Нет, это то, что никогда не подействует на ребенка. А если вы хотите забрать ребенка, ну, тоже в зависимости от возраста. Существует огромное количество различных способов. Например, вы можете воскликнуть, «Ой, посмотри, что там, там птичка такая побежала» или «Собачка побежала». Либо, выходя с ребенком, вдруг у вас появляется в руках, ой, вот такой какой-то предмет, который начинает активно двигаться и включать интерес ребенка. То есть вы переключаете его, «Мама, дай мне это», «Мама, посмотрите, еще более простой вариант». Вот, Вера Игоревна уже пускает у нас пузыри. Ну, конечно, хорошо, что это такие мыльные пузыри. Да, мыльные пузыри. Дай Бог, чтобы это вам помогло. Ну, дело в том, что вот когда вы отключаете внимание, это тоже не значит, что все, вы отключили. Это отключается на три, на две, на три минуты. Но они позволяют вам. Но они позволяют вас взять ребенка за руку, как тот человек в нашем сюжете, и повести его. То есть вы должны быть все время на готове. Я еще раз повторю, третий или четвертый раз, идя гулять с ребенком, не гуляйте отдельно от него. Теперь вторая проблема вот детской площадки, вы ее уже начали раскручивать, так скажем, это крики родителей на площадке. Родители раздражаются, потому что вот то, что вы сказали, вы нарисовали точную картину. Мама отдыхает, но потом мама смотрит на часы, и у мамы целый план в голове, да, ей нужно еще сделать ужин и так далее. А ребенок не понимает, что значит завтра я приду еще, или послезавтра я приду еще. Начинается крик и раздражение. Это я наблюдаю очень часто. Притом мама кричит, ребенок либо плачет, и, может быть, тоже кричит. Ребенок пугается. Ребенок пугается. Вот как же выходить из этих ситуаций, я тоже обратилась к нашим экспертам с соборки, нашей замечательной мамы. Слушаем. У вас есть какой-то универсальный способ, вот как вот не ругать ребенка и самой не выходить из себя? Ну, стараться как-то сделать вдох-выдох. Получается? Обязательно. Ну, пытаемся. Когда вспоминают, да, наверное? Ну, сложный вопрос, тяжелый. Конечно, когда происходит накал страхстии, то очень сложно, конечно, себя сдерживать и как-то нормально реагировать на все. Тем более дети разные есть. У нас такой товарищ непоседливый, такой энергичный. Тигрулят, да? Тигрулят. Да, да, да. Со своим нравом, со своими настроениями надо приспосабливаться. Ну, и как-то так лояльнее, чем что делать. Ну, считаю, что на ребенка всегда надо находить время при любой занятости. Строить график, чтобы, если человек занят, устроить график, чтобы уделять внимание ребенку своему. Ну, глядя на вас, я понимаю, что вы на нее вообще не повышаете голос? Нет, повышаю. Ага. Ну, тогда... Стараюсь не наказывать физически. Угу. То есть физических наказаний нет? Нет. Хорошо. А когда повышаете голос, что чувствуете сами? Ну, как правило, раздражает то, что в себе раздражает. И все. Стараемся находить общий язык, там, разговариваем. Много? Пока. Много. Много. То есть ваш совет, много разговаривать? Конечно, общаться, общаться, общаться. Как можно больше. Она для вас совсем инопланетянин, когда, в какие-то моменты? Ну, да, иногда, да. Ну, в принципе, находим общий язык сейчас. Мы договариваемся. Столько времени будем, столько там, потом это, потом то. Если не соблюдается, я буду тоже не соблюдать. Они этого пугаются, что мама не выполнит обещания. У нас жестко очень. Если обещал, выполнил. Не выполнить я могу, ну, в крайнем случае, обосновывая. Тогда они верят, что к ним это применится, наказание. И если договорились, мы же договорились. И срабатывает, да. Мы договорились. Только так. Вы замечательная мама. Скажите, это с опытом пришло, со вторым ребенком? Или вы изначально как-то, в общем, себя готовя к этому, что-то читали? Ну, да. Я педагог, психолог, психотерапевт. Поэтому я умею работать с детьми и со своими, и с чужими. Тогда вы часто бываете на детской площадке. Что вызывает у вас, как у профессионала, как у психолога, у психотерапевта, вызывает наибольшее огорчение? Огорчение, что родители не замечают иногда, скажем так, несоответствующее поведение ребенку его возрасту. И не замечают, что ребенок рисует, в общем-то, семью. На площадке он истерит, кричит, командует. И для родителя это норма. Он смотрит и не реагирует. То есть он не останавливает своего ребенка. Хотя бы даже просто глядя на то, что рядом другие. И они считают это нормально. Или он залазит на крышу и прыгает кому-то на голову. И вот не реакция родителей меня, конечно, трогает. Я молчу, но меня это трогает. Вот такие дети при маме, но без мамы, знаете. Ну, как еще вы сказали. Можно я этот афорин себе заберу, да? Дети при маме, но без мамы. Я очень часто об этом говорю. Совет договорные отношения, но главное, чтобы родители соблюдали... Да, и в наказании, и в поощрении ты должен сам соблюдать. Ты должен наказать так, чтобы ты сам выдержал это наказание. Если ты можешь выдержать час без телевизора, например, день, сутки, вот так и наказывай. Если ты сказал, будешь целый день без телевизора, а через час разрешил, все. Накажи на пять минут, столько, сколько ты можешь выдержать, чтобы ты соблюдал. Тогда они на тебя ориентируются. Такие же требования к папе, такие же требования к старшему, к младшему, правда, еще что-то. И к себе самое главное. Тогда они говорят, ты же обещала. И для них это чудо, что мама не врет или что-то еще. Вот это, в общем-то, зеркало. Они отзеркаливают нас. Вот если ты к себе предъявляешь, и они к тебе предъявляют, и они к обществу это предъявляют. А если ты ребенку говоришь, не ври, а сама говоришь, пойди вот тут, скажи вот так, соври. Все, двойной стандарт, у ребенка идет раздвоение. Не ври и ври, где правда, где лучше, и все, ребенок теряется. Ревность была между старшим и младшим? Да, была. Это нормально, это естественно, это должно быть так. Очень просто, казалось бы, когда прочитаешь, и очень сложно было в жизни. Я отвела сына, у него пошла агрессия. Я сразу это поймала, и говорю, сына, вот скажи, что происходит. И я подбирала слова, и всем советую. Ты огорчен, ты болеешь, ты чувствуешь себя ненужным, неважным. Он говорил, нет, нет. А потом я говорю, ты думаешь, мы тебя стали меньше любить? Вот Витя плачет, он говорит, да. И я поняла, да. Ну что, где-то это так, знаете. Потому что маленький ребенок, он забирает любовь, да. И все. И все прошло, все отошло, мы объяснили. Папа помог. Взял на себя часть, вот, что за сыном как-то. Я с папой поговорила, вот так же рассказала. И он проникся. Ну это обязательно, это в любой семье. Когда говорят, что нет, ребенок не ревнует, они просто не видят. И все. Это через все проход, через это. И мы, и вы все. Вот, если вы увидите эту маму на площадке, подходите за советом. Потому что я сама растрогана ее интервью. Спасибо вам огромное. Потому что все очень правильно, очень искренне. Спасибо огромное. Да, вам повезло. Вот такая замечательная мама у меня на соборке гуляет. И вот эта потрясающая мама. Она проговорила практически из-за нас с вами очень большую часть. И мне было приятно именно потому, что из-за ее уст. Но теперь вот вторая сторона. Вот теперь мы продолжим. Детско-родительские отношения. Проговорила, проговорили мы, что мама на площадке разозлилась, ругает. Мама есть мама, маму надо слушаться. Да, в ответ либо ор. Потому что ребенок, либо замыкание, да, либо слезы тихие такие. И поселившаяся в душе обида. Обида. Имеет ли право ребенок тоже на злость? На сиюминутную злость? Ребенок имеет право не на сиюминутную злость. Ребенок имеет право вообще на злость. Показать свое раздражение? Это нужно обязательно. Потому что научить ребенка показывать свою злость, раздражение, свою агрессию. Это, будем говорить, дело каждого родителя. Нельзя ребенку запрещать. Как? Нельзя злиться? Нельзя злиться? Да можно злиться. Дело в том, что у ребенка и у взрослого абсолютно разные цели в жизни. И абсолютно разные взгляды на все. Абсолютно на все. И чувства одинаковые. И даже, ну, ощущения, будем говорить, одинаковые. Научить ребенка чувствовать, говоря ему, что ты чувствуешь сейчас, ты сейчас разозлился. Что ты делаешь? Давай, давай мы с тобой поговорим. И поговорить, это не значит говорить на менторским тоном. Ты не имеешь права. Это же твой младший брат. Ты должен ему уступать. А именно эти тексты я обычно и слышу. Это же стандартные тексты. Стандартный идет текст, стандартный набор. И нам кажется, что мы таким образом воспитываем. А мы не воспитываем. А что рождается у ребенка? Антивоспитываем. А у ребенка рождается чувство ненависти. Мало того, у него рождается обида за себя. Он же, дети эгоисты. Обида за себя. Ненависть к своему собрату, будем говорить, брату или сестре, который забрал у него любимую маму. Раздражение по отношению к маме. Какое право имела она родить себе запасного ребенка? Я же такой хороший. Ах, раз они так себя ведут, значит и я буду вести себя плохо. Еще очень интересные слова у родителей. Если ты будешь себя хорошо вести, то... Во-первых, что значит буду себя хорошо вести? В моем понимании буду себя хорошо вести. Это значит так, как хочет мама. Так, как хочет мама. А не так, как умеет ребенок. А мама обычно хочет от ребенка больше, чем он умеет, не научив его этому. Поэтому вот здесь и начинаются разногласия. Здесь и рождается агрессия. Здесь и рождается раздражение матери по отношению к ребенку. И обида на мать у ребенка за то, что она его не понимает. Потому что мы не понимаем, что он понимает. Вот тавтология, но именно в ней соль. Но именно в этом и дело. Вот то, что и говорила мама, когда она сказала, я подыскивала слова к его состоянию. Конечно, а мы не привыкли. А мы не привыкли. Нам кажется, мы сказали, и ребенок понял. Да мы не научены этому. И когда вы попадаете в момент, что тебе кажется, что мы тебя меньше любим, вот здесь вот щелкает, и ребенок понимает, что мы – это то слово, которое объединяет его и маму, и младшего брата или сестру. И тогда рождается вот эта вот семья. И если родители сейчас нас внимательно слушают, то поймут мысль следующую, что вот с этой детской площадки, или не только детской площадки, из комнаты, где ребенок делает уроки, вот из этих маленьких разговоров тянется большая-большая цепочка во взрослую жизнь. Мало того, да. Потому что ребенок по привычке, когда мама уже разошлась, или папа разошелся, или все вместе, он сдерживается, он может поплакать, он может обидеться, надуть губки и так далее, но он не выскажет вам, так как вы когда с мужем ругаетесь или с женой ругаетесь, вы можете друг другу позволить быть недовольными, выразить свою агрессию и так далее. Ребенок не может зачастую себе это позволить. И это накапливается в результате. Вот кто-то из психологов написал, я вычла. И последствия. И вот смотрите, какие последствия. Отношения с родителями либо истеричные будут по жизни, либо равнодушные. Потому что вас в какой-то момент он просто мимо ушек будет пропускать. Возникает конфликт. Ребенку надо либо молчать, терпеть, да, либо хамить, орать вам в ответ. То есть середины здесь уже практически нет. Тоже вот в подростковом возрасте мы это все и чувствуем, да? Ну да, и все это будет в подростковом. Мало того... Долгое состояние протеста возникает. Возникает. А протест порождает еще психосоматическую реакцию. И у ребенка может быть и астма, и, как мы говорим сейчас, аденоиды или различные насморки, головные боли. Это могут быть и катары. И катары не только от дыхательных путей, но и желудка. И это может быть и невнимание, и рассеянное внимание, и комплекс различных заболеваний, которые, в принципе, являются не порождением неплохого наблюдения врачей, либо не тех лекарств, которые нам выписали, а просто-напросто тем, что мама ребенка не понимает и не дает ему возможности высказать, проговорить свои чувства. Он их заглатывает, и они взрываются. Где они взорвутся, мы не знаем. Это мы сейчас проговорили некую теорию. Давайте попробуем дать какие-то практические советы. Вот из лексикона нужно убрать. Просто вот, я не знаю, пластырь себе. Нельзя говорить «бестолочь». Вот слышала на площадке несколько «ну что ты за бестолочь у меня такая?» Притом, это не очень по-доброму звучит, кстати. Дурачок ты у меня какой-то. Вот это очень мимоходом вылетает, вроде бы, ну что такого сказала? Заменяйте эти слова. Если уж вырывается, заменяйте на какое-нибудь смешное слово. Ну, чтобы оно не было обидным, да, наверное? Ну, конечно, потому что это порождает необходимость приклеивать различные ярлыки, этикетки всем окружающим. Вы учите ребенка, как обижать других детей. Раз вы можете это сделать своему ребенку. Ну, и потом это и к вам вернется. Ну, конечно. Да, значит, ему можно обижать кого угодно, где угодно. В том числе и в школе. А когда он это скажет даже учительнице, вот потом вы схватитесь за голову. А неожиданно сказать ребенку, когда вы уже заходите в такое, в пике вошли, да, сказать, я сейчас постараюсь с собой справиться и постараюсь на тебя не кричать. Да, и либо вовремя извиниться. Вовремя извиниться — это вообще святое. Или подожди, подожди, я злюсь. Вот так и говорить. Я очень зла, потому что мой сын сделал то-то и то-то. Я разозлилась. Мне нужно время собрать себя. И повернуться. Кто-то вас заменяет, если есть кто-то. Либо в комнате должно быть безопасно. Вы выходите некоторое время, с собой справляетесь, выпиваете воды, валерьянки, что-нибудь еще. Нет, главное, чтобы вы понимали, что вы неправильно себя ведете. Потому что зачастую родители вырвались. Ну что, он меня вывел, да? Он меня вывел, да. А он меня вывел. Мало того, у нас же еще такое в нашем быту — раздражать. Дети не могут раздражать. Это мой ребенок. Раздражать меня и злиться на него, и вызывать у меня агрессию, не любить своего ребенка нельзя. Точно так же, как и нельзя не любить маму. Но оказывается, это все можно. И как-то так бывает. Мало того, что бывает, это норма. Но если вы не научили своего ребенка правильно не любить маму, то ваш ребенок будет пугаться этого чувства, стараться лебезить перед вами. И вы воспитаете... Не любовь останется, но вместе с привкусом вины. Да, либо человека, который постоянно себя в чем-то обвиняет с диком чувством вины, либо приспособленца, который всегда может найти, как-то перелебезить и где-то найти выход. Когда возникала конфликтная ситуация, у меня был один знакомый, который замечательно выдумал такую фразу, которая ему позволяла, между прочим, вдохнуть и выдохнуть. Он говорил, ну что это такое? Пока он выдыхал вот это вот многое О, и это было не оскорбительно, это было не ужасно, но это был такой вот сигнал стоп, нужно остановиться. Вот вы очень правильно сказали. Нужно вовремя себе сказать стоп, остановись. Но мама входящая или папа, которые вошли в раж и уже не могут остановиться, они только взвинчивают себя. Голову терять нельзя. Ну, понятно. Теперь, в голосе мы говорили, это уже миллион раз, не должно быть ненависти и агрессии. То есть стараться, в общем, переключиться, как бы вы не устали, как бы ни этого, да, сдержать себя от гнева. Сдержать себя от гнева невозможно. Лучше сказать, я гневаюсь. Ведь один, да, вот лучше я гневаюсь. Ведь если вы разговариваете с начальником, который вас безумно раздражает, да, вы в разговоре с ним сдерживаетесь, а с ребенком можно не церемониться, потому что это ваш ребенок. А с ребенком вообще можно всю обиду на начальника вылить на ребенка, придя домой. У нас звонок. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемая Вера Игоревна Янталья Ледедовна. Это ваш постоянный... Мы узнаем. Да, Игорь Викторович. У меня внучке год и три месяца. Да. Мы каждый день были в парке Шевченко. Вот. Ну, понимаете, в городе ребенок маленький. Нам уже надо, допустим, ехать домой. Она направила свои стопы к стадиону Черноморец. Не дай бог не пускаешь. Садится на колени, крики. Да. Но у нас есть секрет, мы хотим посвятовать всем. У нас есть собака, которая идет сзади. И мы говорим, Аля, позови деду. Девочка разворачивается, идет к собаке, которая уже в ужасе, потому что целый день она ее достала. Собака идет к дедушке. И ребенок, естественно, за собакой идет к дедушке. Вы гениально придумали. Мы идем туда, куда нам надо. Гениально. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо большое. Вы поделились своим опытом. Я думаю, что вас услышали, одесситы, и тоже используют. У кого есть собака, у кого есть переходный предмет, вот как принесла Вера Игоревна. Ну вот мы сегодня говорим. То есть. Да, можно этот предмет можно вынуть из кармана, можно его спрятать где-то. А есть очень хороший метод. Когда ребенку, вот как маленькой Али, год больше 8 месяцев, то тогда, в конце концов, если он не слушается вас, вы можете просто взять ее под мышку и выводить, разговаривая с ней, выводить его из зоны конфликта, который был в 5 метрах. Разговаривая и говоря, что там такое происходит, такое происходит. Идем смотреть и так далее. Включите свои актерские способности. Вот. Но когда ребенку уже за 3 года, ребенка предупреждаем. Мы скоро идем домой. Да. У нас осталось 5 минут. Заканчивая игру. Да. У нас осталось 5 минут. У нас осталось 3 минуты. И как сказала эта мама, выполняйте. И тогда, может быть, первые слезы вы переживете, но ребенок будет знать точно, что ему дали 5 минут. Мы ему дали 5 минут. Заканчивайте игру. Либо если ребенок, вы смотрите, как там он играет. Если там очень интересная игра, вы заканчиваете игру. Я к тебе подойду. То есть для ребенка это уже сигнал, что он уходит. Вы знаете, это работает. Это работает не на один раз. Мои клиенты использовали такие уловки, будем говорить, и такие моменты в своих заборах детей с детской площадки, с дней рождений, либо из каких-то других интересных мест. А переключение внимания – это одна из основных. То, что делает дедушка Игорь Викторович. Он переключает внимание ребенка с себя на собаку. На собаку. Я имею в виду себя, себя – это с ребенка. Я думаю, что у такого дедушки, как Игорь Викторович, проблем и дальше не будет, потому что, когда есть чувство юмора, оно всегда спасает. Один мой знакомый, значит, тоже в критической ситуации, он начинает хрюкать, когда что-то происходит, конфликтная ситуация с ребенком, он начинает хрюкать. И это так смешно становится, что, в общем, ты начинаешь смеяться, а вот это дает вот ту паузу, после которой уже начинаются слова. Мало того, это дает ту паузу. И это дает возможность вам совершить действие с вашим ребенком. Либо, если с ребенком уже все, присядьте рядом с ним, возьмите его на руки и дайте ему почувствовать свое тело. Лера Игоревна, ну вы же знаете, что есть дети, которых и не усадишь, потому что они уже до такой степени уже не здесь и не сейчас, что их не поймаешь. Ну тогда, несмотря на… Вот у меня дома есть такое, тоже, которое бегает, и его не… Но, но, буквально остановившись, остановившись на три минуты, даже меньше, за мной никто не бежит, надо остановиться. Ну и все-таки я хочу подвести к тому, что родители должны, как ни странно, научить детей правильно злиться. Научить именно. Потому что ребенок имеет право на вас злиться, имеет право негодовать, имеет право огорчаться и имеет право на свое состояние и его как-то высказать. А вот как высказать, должны объяснить родители. То есть ты злишься, ты на меня сейчас обижаешься. То, что мы с Верой Игоревной тоже уже миллион раз говорили. Проговорите ему его чувства, да? Проговорите. Ты злишься? Давай позлимся вместе. Как ты злишься? Вот так? Вот так ты злишься? Или вот так ты кулачки собираешь? И вот, ну ни в коем случае не старайтесь, наверное, давать ему, чтобы он злился на какую-то игрушку в виде человека или животного. Чтобы он злился, пиная мебель. Потому что не забывайте, что ребенок растет, а привычка злость выбивать, она тоже переходит вместе с возрастом дальше и дальше. Вот прекрасный момент. А у нас есть маленькая шпаргалка для взрослых. Очень хорошо. Еще одна маленькая шпаргалка от взрослых, от Эрики. Еще один сюжетик маленький. Как же злиться. Когда у вашего ребенка плохое настроение, то можно нарисовать свою обиду или злость, порвать ее и выкинуть, выбросить. Еще можно нарисовать какого-то чудика и рожу ему кривить, язык показывать. То есть всю агрессию, да, вот туда, в эту картиночку. Да. Можно даже еще слепить какого-то чудика и так его ажмякать. Понятно. Ты это часто делаешь? Да. То есть когда ты злишься, ты сразу быстренько делаешь? Да. Помогает? Да. Ну вот практический совет мы дали. Человек, который исполняет это, ему помогает. Вот был перед вами. Вера, наше время подошло к концу. Финальти. Опять финальти? Да, финальти. Но я не буду. Любите ваших детей, любите своих детей и дайте им возможность проявлять свои чувства так, как они хотят. И для этого их нужно любить и понимать. Родителям дарю замечательную фразу, которая мне ужасно нравится. Выйдите из себя и зайдите нормально. Мне очень нравится эта фраза. Вот проговорите ее себе. И будьте, пожалуйста, знаете, ошеломляюще позитивны. Чаще улыбайтесь своему ребенку. Потому что, когда вы улыбаетесь и когда вы через юмор выходите из ситуации, то и дела делаются намного легче. И уроки, и обеды, и сон. Чаще улыбайтесь. Мы встретимся через неделю. КОНЕЦ